Доброе утро, хорошего всем понедельника! Сегодня мы с вами опять разговариваем, общаемся и собираемся с полотенчиком. Сегодня у нас будет очень яркий понедельник, потому что моя сестра, которая живет в Лондоне, передала мне подарок, и это новая палетка Juvia's Place, которой раньше у меня не было. Сейчас мы с вами посмотрим, какие там цвета, и вы поймете, что этот понедельник будет ярким. Ну а пока вы просыпаетесь и завтракаете, погнали краситься! Я уже говорила, что все палетки Juvia's Place всегда приходят очень хорошо упакованными, поэтому все пришло в картонной коробочке, внутри пупырочной бумажки, и вот так выглядит сама палетка. В ней, к сожалению, нет зеркала, но посмотрите, какие цвета. Сегодня явно нам с вами не будет скучно, поэтому давайте переходить к нанесению. У меня уже готов макияж лица, на мне есть тон, сегодня это L'Oreal, и на мне есть консилер, я сделала брови и немного зафиксировала пудрой, потому что, как вы уже поняли, в этой палетке нет какого-то цвета, которым можно зафиксировать. Но у меня, честно говоря, просто максимально чешутся руки, чтобы начать работать с этой палеткой. Мне хочется сегодня, наконец-то, сделать какое-то безумие, которое хочется сказать, что мы давно с вами не делали, но мне кажется, что, наверное, не так давно мы с вами что-то делали. Первый оттенок. У оттенков нет названий, они не надписаны. Сейчас я проверю на коробке. Нет, эти оттенки не имеют никаких названий. Мы с вами начнем с первого оттенка, и это вот этот ярко-желтый цвет. Я хочу, чтобы он был у меня по всему подвижному веку. Давайте начинать. Я уже в одном из видео, где я делала обзор на две другие свои палетки Juvia's Place, говорила о том, что они очень пигментированные. И создавались они для того, чтобы передача цвета на темной коже была такая же, как цвет в пенале. И вы видите, что к этому желтому не возникает никаких вопросов. Пока я наношу большой пушистой кистью Manly номер 55, потом возьму кисть чуть-чуть поменьше и задам форму. Мне сегодня хочется... Не то, чтобы даже мне хочется, эта палетка не то, чтобы предоставляет выбор, чтобы мы могли сделать что-то более-менее аккуратное. Но мне кажется, что подобные палетки и подобные цвета, они помогают так же, как если сейчас кушать какие-то фрукты этой зимой, вместо того, чтобы мерзнуть. Я уже задала форму, и сейчас возьму какое-то небольшое зеркало. Другой, следующей кисточкой, это тоже будет кисточка Manly Pro номер 103. Этой кисточкой я немного задам форму. Осталось найти какое-нибудь зеркало. Хотела сказать, что скучаю по айфону, но это было бы странно. Но просто в айфон весь мой полотенчик заходил. И я начинаю наносить оранжевый оттенок. Сегодня у нас с вами точно макияж попугайчика-неразлучника. Я его аккуратно, не особо задавая какую-то форму, не вытягивая, просто добавляя оттенок в уголок. Мне кажется, сегодня праздник у самого моего полотенчика, потому что макияж максимально в оттенках этого полотенчика. Скажите мне, у кого какие планы на Новый год? И как вы вообще планируете ли уже? Купили ли вы что-то на Black Friday в качестве подарка в своей семье? Или же отложили этот прекрасный момент на предновогодний максимальный мандраж? Уезжаете ли вы обычно из страны, из своего города куда-то к друзьям на дачу? Или может быть в другую страну? Или же остаетесь дома? И вообще, любите ли вы Новый год? В моей жизни несколько раз я сталкивалась с несколькими людьми, которые не любят Новый год, не ждут никаких... Ну, то есть максимум они могут дождаться 12 часов, просто сидя за ужином, а не за каким-то праздничным столом, и радостно и спокойно лечь спать после речи президента и боя куранта. Для меня Новый год это любимый праздник с детства, поэтому для меня это всегда какое-то отмечание, наряд, много вкусной еды. У нас с вами сейчас будет финт ушами. Я взяла кисточку Мак 210 и возьму вот этот бирюзовый оттенок и нанесу его в уголок. Такие красивые тени, боже мой. И я сразу, нанося в уголок, чуть-чуть поднимаю эти тени и чуть-чуть завожу книзу. Вы должны сейчас справедливо заметить, что, Арина, между тем, как ты наносила голубой оттенок в уголок глаза и тем, что мы видим сейчас, явно что-то произошло. Произошло. Жора, так теперь я буду называть свой фотоаппарат, очень тихо сам себе сказал, что карточка памяти переполнена, а мне это сообщил уже в тот момент, когда произошло то, что произошло. Поэтому, кроме того, что мы с вами посмотрим это поближе, я сейчас пройдусь по цветам и расскажу, собственно говоря, что происходило. Потому что происходил скандал просто на канале моем. Значит, мы с вами нанесли голубой. Подтушевали его немножечко моей любимой голубой кисточкой, которая куда-то пропала. Да, вот моя любимая голубая кисточка Tarte. Так, мы чуть-чуть завели сюда. После чего, ребята, случилось невероятное, невероятное. Я взяла вот этот розовый оттенок с кошенной кисточкой за Эва номер 2, 3-2-2 и нарисовала стрелочку этими тенями. Стрелочку я нарисовала, а он не снял. Жора, люди тебе этого не простят. После того, как я нарисовала эту стрелочку, я взяла вот этот вот оттенок и им растушевала нижнюю границу и потянула сюда. И чтобы никому не было видно, потом вот этим зеленым я стушевала переходы между березовым и розовым, и вот этим розово-золотым шиммерным оттенком. Вот такие пироги. Я не знаю, как простить это Жоре. Мне кажется, что я не готова Жоре это прощать. Жора, так нельзя себя вести. Люди тебе этого не простят. Теперь я беру карандаш от Maybelline, черненький. И им я хочу подвести глаза. Я не знаю, как у вас, а для меня самое сложное в подведении внутри слизистый это вот этот момент посередине. Мне просто хочется рыдать сразу, чихать. Поэтому я стараюсь это делать очень быстро и молча. Теперь я хочу взять белый карандаш от NYX и им подвести снизу глаза, чтобы открыть их на максималках. Подведешь черным карандашиком глаза, потом сразу хочется рыдать. И теперь я внесу тушь. Тушь что-то в последнее время у меня заходит ланком. Но вот с вами сейчас разговаривая, я решила, что я хочу взять Too Faced, которая Better Than Sex. Она мне не очень нравится в носке, потому что она осыпается. Но к этому макияжу я хочу такие пушистые, слипшиеся ресницы. У меня это вот такая вот миниатюра. У нее очень классная щеточка. Я люблю туши с такими щеточками. Они мне очень подходят. Но почему-то какая-то беда-бедунечка именно с этой тушью. С меня она осыпается. Хотя ресницы она мне делает просто бомбезные. И сразу, и в несколько слоев. Мне так нравится наш с вами сегодняшний макияж. Я уже, конечно, почистила карточку, чтобы такого не повторилось. И забилась она из-за того, что я теперь люблю вам клоузапы снимать. То есть все баночки поближе. И вот, собственно говоря, на баночках крема он немножко решил, что жорик. Что это уже перебор. Коля, я держу хайлайтер Джеффри Эклипс из коллаборации вместе с Manium UA. Там же опять какой-то скандал, что они перестали общаться, дружить. Вот это все. Но хайлайтер хороший. Коль я его держу, и мне нравится его оттенок, его я и буду наносить. Он такой более холодный, но как бы нам всем видно, да, что творится. Мне кажется, никогда так не шло полотенце к макияжу, как в сегодняшнем макияже. И в качестве помады я хочу взять оттенок второй сифоровский подарок, который мне подарили на день рождения. И это оттенок Винтаж Роузвуд. Названия какие-то очень приятные у всех этих помад. Мне прям очень нравится. Мне кажется, что этот цвет должен немножко сбалансировать нашу безуминку. Мне кажется, смешно выглядит, когда часть рта накрашена. Мне нравится, мне прям нравится. И коль у нас сегодня есть намек на декультаж, что пусть и в декультаже у нас будет хайлайтер, милый мой хайлайтер. Сейчас мы с вами посмотрим свотчи на руках, потом мы макияж поближе и потом подведем итог. Вот вам, пожалуйста, свотчи этих теней. Это буквально один раз я дотронулась до каждого пенальчика, кроме желтого цвета. Желтый нужно чуть поднабирать, но это какая-то чума. Я теперь жалею, что я не воспользовалась зеленым матовым оттенком. Ну, с фиолетовым все понятно, но тем не менее. Вот такой вот у нас с вами получился макияж этой палеткой. Раз стрелочка, два стрелочка. Я умею. Редко, но метко. Вот казалось бы, что я не успокоюсь и не начну рисовать. Просто черные нормальные стрелки. Но нет, стрелки редко, но в каких-то странных макияжах. Мне очень нравится подборка цветов. Ну, это что-то с чем-то, потому что зачастую, когда мы с вами покупаем тени, там прям по секциям разделено. В принципе, в этой палетке точно так же. Один ряд в зеленых оттенках, один это желтый, оранжевый, коричневый, чтобы это смягчить. Другой с розовыми, фиолетовыми оттенками. Но очень круто их между собой миксовать и сочетать, потому что все цвета собраны воедино в одной палетке. К примеру, как в Наташи Денона, есть белый шиммерный оттенок. Все цвета теплые, а этот белый. Но он добавил такую свежесть нашему с вами макияжу, который я делала как раз-таки неделю назад. Видео в понедельник, где мы собирались именно этой палеткой. А здесь вот, ну, казалось бы, вроде бы желтая, розовая, оранжевая, зеленая, бирюзовая. Все мы понамешали, но посмотрите, как оно круто сочетается друг с другом. У меня начинает просыпаться какая-то сильная любовь к этим помадам Sephora. Именно вот эти вот застывающие текстуры. Очень мягкая. Я не пробовала ее еще, честно говоря, в формате поесть с ней или еще что-то, но мне очень нравятся цвета. Они очень красивые, благородные и такие обращают на себя внимание и красиво подчеркивают губы. Ну, собственно говоря, как всегда, жду ваше мнение на теперь вот такой вот макияж. Итак, мы с вами посмотрели свотчи, посмотрели макияж поближе. Мне кажется, что эта палетка вызывает ассоциации с фруктами, радостью и чем-то таким. С каждым разом мой следующий макияж мне нравится все больше и больше. И не потому, что я... Королева. Нет, а потому что каждый день, когда вы садитесь и рисуете себе стрелки, или рисуете себе губы, или делаете какой-то макияж, каждым днем ваши навыки становятся все лучше и лучше. Со мной ровно все то же самое, что и с каждым из вас или с каждым из вас происходит. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что если бы вместо желтого цвета у меня был бы бежевый растушевочный цвет, вместо оранжевого какой-то коричневый затемняющий уголок, а вместо голубого был бы какой-то золотой, розовый, нежный хайлайтер, и снизу в той же цветовой гамме у нас были бы металлики и стрелочка коричневым карандашом, то это бы все не смотрелось, безусловно, так ярко. Поэтому, по сути, все те же самые техники вы можете использовать с любыми другими вариантами цветов, которые вам нравятся. У меня же сегодня такой вот летний попугайчик. На этой неделе мы закрываем с вами ноябрь, боже мой, уже скоро наступает декабрь, поэтому расскажите мне, купили ли вы подарки, как вы собираетесь отмечать. А может быть, вам вообще все равно на Новый год? Каждый год вы думаете, о господи, когда закончится вот эта вот толпа людей, которые бегают за подарками, и вы ложитесь спать так же, как в любой другой обычный день, и на следующий день идете гулять и радуете, что это наконец-то закончилось. Я, как всегда, надеюсь, что вам понравился этот макияж, что вам нравится наблюдать за тем, как я крашусь и веду свой канал. Поэтому спасибо, что досмотрели до конца, спасибо, что остаетесь со мной. Зовите своих друзей, если они еще обо мне не знают. Ставьте лайк, оставляйте комментарий. И до завтра! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok